18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Не насобрали 49 миллионов. То есть каждый понимает, что не насобрали 49, мы что-то не доделали на эти 49. Где прибыль получаешь, там и налоги отчисляешь. Анапские предприятия, зарегистрированные в других городах, ждут серьезной проверки. Это мой долг – выбрать будущее родины своей, выбрать будущее страны и сделать это правильно. Молодежь выбирает. Анапские студенты обозначили свою гражданскую позицию и призвали других к активности. Скамеечки хорошо для пожилых людей сделали. Это тоже очень хорошо. Новое ограждение на набережной, тротуары и велосипедная дорожка. Анапа продолжает прихорашиваться к курортному сезону. Готовность избирательной системы края к выборам президента Российской Федерации обсудили сегодня на заседании антитеррористической комиссии под председательством главы региона. Вениамин Кондратьев подчеркнул, 18 марта на Кубани должна быть обеспечена беспрецедентная безопасность. Глава НАПа Юрий Поляков принял участие в работе Совбеза. Всего на Кубани 2791 избирательный участок. Охрану общественного порядка будут обеспечивать более 9 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также бойцы Росгвардии, курсанты, казаки и дружинники. Всего порядка 15 тысяч человек. О ходе избирательной кампании рассказал председатель Краевого избиркома. Избирательная кампания по выборам президента проходит без существенных нарушений. В избирательную комиссию края поступило всего 32 обращения на данный момент. Из них только 9 содержали информацию о возможных нарушениях. Подтвердилось на сегодняшний момент только одно. В Анапе выборы президента Российской Федерации будут обеспечивать 75 избирательных участков. Все они оборудованы кнопками вызовов для избирателей с инвалидностью. 48 оборудованы пандусами. На 9 избирательных участках имеются лифты для маломобильных граждан. Глава Анапа отметил, обеспечить антитеррористическую защищенность – задача государственной важности. Мобилизованы полиция, казачество, активисты. Участники САВБИЗа обсудили тему безопасности дорожного движения и организации весового контроля на автомобильных дорогах Краснодарского края. Несмотря на то, что на территории Анапы пункт весового контроля не предусмотрен, Юрий Поляков потребовал ввести ограничения для большегрузного транспорта. Кто-то строит дома, кто-то делает дома, продает, делает бизнес. А мы потом за бюджетные деньги налогоплательщиков ремонтируем дороги. Значит, мы должны беречь и оптимизировать наши денежные средства, о которых мы говорим, муниципальные. А не так, что они нам просадят все люки, все пробито, все засажено. Мы на следующий год начинаем выделять деньги, там это все ремонтировать. То есть комиссия по ГИБДД, есть у нас авторитетный человек, начальник ГАИ ДЭШКО, сели, нарисовали им схемы, завели в ту сторону и все, и не впускать сюда. Предприятия, которые ведут бизнес в Анапе, а зарегистрированы в других городах, ждет проверка со стороны налоговой инспекции. Об этом стало известно в ходе городского планерного совещания. В том числе речь о трех десятках объектов санаторно-курортного комплекса. Глава города подчеркнул, что все, кто использует инфраструктуру и возможности курорта, должны регистрироваться в Анапе. Избирательные бюллетени взяты под охрану, с сотрудниками полиции проведены инструктажи, и они готовы выйти на дежурство, сообщили в ведомстве. И это лишь часть большой совместной работы. Глава муниципалитета обратил особое внимание собравшихся на важность оказания содействия участковым избирательным комиссиям в период подготовки к президентским выборам. Из текущих вопросов один из самых актуальных – наполняемость бюджета. По оценкам городского финансового управления, задолженность жителей по налогам сегодня составляет порядка 50 миллионов рублей. Мы проводим подворовые обходы. Кроме того, за февраль месяц мы оказали помощь Анапскому отделу Федеральной службы судебных приставов в формировании требований и уведомлений о возбуждении исполнительного производства в количестве 7500 уведомлений на общую сумму 15 миллионов рублей. По поручению главы составлен список предприятий, которые ведут бизнес в городе-курорте, а налоги платят в других городах или даже регионах. Среди них порядком 30 объектов в курортной сфере. По словам Яны Дуплякиной, налоговая инспекция уже составила план проверок. На 6 марта поступления в бюджет увеличились более чем на 10% по сравнению с прошлым годом. Юрий Поляков поручил продолжать работу, в том числе в сельских округах. Бюджет это то, что мы собрали. То, что собрали, вот Яна Далета говорит, недособрали 49 миллионов. То есть каждый понимает, что недособрали 49, но что-то недоделали на эти 49 или 50 миллионов. При этом налогооблагаемую базу необходимо расширять. На этот год Краевой департамент промышленности предусматривает субсидии по кредитам при создании или расширении производств покупки оборудования. Глава муниципалитета дал задание рассказать предпринимателям об их возможностях. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Главный санитарный врач России Анна Попова в ходе совещания, которое прошло на днях в Краснодаре, поблагодарила анапских специалистов за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в период минувшего курортного сезона. Благодарность озвучила на планерном совещании руководитель территориальной службы Роспотребнадзора Лариса Медведева. Это простое слово, высокая оценка. Это результат деятельности, конечно же, всех служб, администрации, управления здравоохранением, управления санаторно-курортного комплекса, образования, ГОЧС, которые ежедневно в летний период, начиная практически с весны, начинаются мероприятия и проводится комплекс организационных санитарно-профилактических мероприятий, чтобы все люди, которые приезжают, отдыхающие, детство приезжают нам с 42 регионов детвора, были здоровы, находясь у нас на отдыхе. А если случаются заболевания, чтобы все проводились комплекс мероприятий, необходимые противопедемические. Глава НАП Юрий Поляков вошел в десятку самых упоминаемых в СМИ вип-персон Краснодарского края. Рейтинг медиаактивности за февраль опубликовал Федерал Пресс. Возглавил топ-10 губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Из мэров городов в медиарейтинг вошли только глава Краснодара, Сочи и Анапы. Юрий Поляков занял седьмую строчку, обойдя двух вице-губернаторов и депутата Госдумы. Напомним, Поляков уже становился одним из самых цитируемых политиков Кубани. По итогам января он также вошел в десятку краевого медиарейтинга. Молодежь идет на выборы. Анапский колледж сферы услуг организовал акцию в поддержку самому важному политическому событию страны. На торжественной линейке студенты обозначили свою гражданскую позицию, выступили педагоги и общественники. Все говорили о значимости предстоящего народного голосования и о том, как важно сделать именно свой осознанный выбор. На торжественной линейке более 300 студентов. Многие уже достигли избирательного возраста. Хотя педагоги уверены, политическую грамотность и активную гражданскую позицию нужно формировать еще раньше. Достижению совершеннолетия молодежь должна осознавать важность принятия участия в судьбе своей страны и чувствовать ответственность. Об этом сегодня говорили педагоги, общественные деятели и молодежный актив города. 18 марта я приду на избирательный участок, проголосую, приведу своих родственников, знакомых. Приглашаю вас, уважаемые студенты, уважаемые коллеги, прийти на избирательный участок 18 марта и проголосовать. Мы вас верим. Горжусь своим народом, своей страной и своим правительством за то, что они дали мне возможность бесплатно обучаться, а также развиваться. И я рад, что у меня есть такая возможность быть нужным и полезным в своей стране и народу. Я хочу, чтобы каждый из вас подошел очень серьезно к этому делу, задумался и сделал правильный выбор. Молодежь – самая активная, динамичная и прогрессивная часть общества. Однако, что касается политики, она, как показывают опросы прошлых лет, занимает пассивную позицию. Сейчас эта ситуация меняется. Студенты сами хотят принимать участие в формировании будущего своей страны. Я пойду голосовать, потому что это мой долг – выбрать будущее родины своей, выбрать будущее страны и сделать это правильно. Патриот своей страны. Я уважаю выбор каждого и собираюсь проголосовать, отдать свой голос за правильного человека. Это наш гражданский долг. Я патриот своей страны и я считаю, что каждый человек должен отдавать стране так же, как и страна отдает ему. 18 марта в Анапе и районе будут работать 75 избирательных участков. Воспользоваться своим правом голоса сможет каждый. И каждый должен осознавать, что, возможно, его голос и станет решающим. Руслан Душевский, Анапа-регион. В хуторе и рассвет для самых маленьких жителей может появиться цветочная поляна. Так называется проект детской площадки, который принимает участие в конкурсе в рамках программы «Комфортная городская среда». Разместить объект планируется в самом центре хутора на пересечении улиц Набережная и Центральная, рядом с новой амбулаторией. Проект предусматривает три игровых комплекса «Качели», «Карусель». Проголосовать за него можно будет в местном Доме культуры в это воскресенье 18 марта. Принять участие в голосовании смогут все, кому исполнилось 14 лет. Это очень необходимо. У нас здесь в микрорайоне «Юбилейный» в основном живут молодые семьи. И у них по одному, два, три, четверо, даже пятеро детей есть, и поэтому она очень необходима на сегодняшний день. Счетные комиссии будут работать во всех сельских округах и районах города. Ознакомиться с остальными проектами-претендентами на благоустройство можно на официальном сайте администрации города или на нашем anaparegion.ru. Федеральный приоритетный проект «Комфортная городская среда» стал центральным направлением новой смены во всероссийском детском лагере Анапы. О городской среде и о том, как сделать ее комфортной для жизни, участникам смены рассказали представители Общероссийского народного фронта. Во Всероссийском детском центре смена проходит новая образовательная программа «Городская среда. Территория развития». Перед ребятами выступают эксперты Общероссийского народного фронта. Проект формирования комфортной городской среды направлен на облагораживание общественных территорий, каких именно выбирают сами жители. Одна из главных мыслей, заложенных в идеологию данной программы, что все изменения дворовых и общественных территорий должны проводиться именно по согласованию с жителями. Встреча проходила в формате диалога. Ребята задавали вопросы, предлагали свои инициативы. В специальной игре смогли проявить себя в роли экспертов. Участники команд кидали кубик и поочередно отвечали на вопросы, касающиеся проблем экологии, транспорта или городской среды. Сегодня основная цель – донести до ребят информацию, что есть у нас на территорической федерации действует приоритетный проект формирования современной городской среды, что они могут принять участие, что их проекты, их эскизы могут быть реализованы, чтобы они активнее подключались, участвовали. В рамках профильной смены в гостях у ребят побывал и первый заместитель председателя городской думы Краснодара Виктор Тимофеев. Ему провели экскурсию по федеральному центру, познакомили с возможностями парка будущего. Депутат, в свою очередь, рассказал ребятам о нюансах градостроительной сферы и вопросах, касающихся благоустройства и будущего российских городов. С моей точки зрения, очень интересные и очень правильные сегменты, когда мы собираем тех ребят, которым интересны, вот именно, предположим, то, что говорим сегодня, да, это организация городской среды. То есть, во-первых, это, с моей точки зрения, определенный обучающий процесс со стороны взрослых им. И в то же время мы от них получаем обратную информацию, что бы они хотели видеть, чтобы мы им создали на территориях, где они живут. По итогам образовательной смены ребята создадут проект и макет детского лагеря, обустроят общественное пространство, установят арт-объект на территории смены. Кроме этого, им предстоит разработать 3D-модели архитектурных объектов и 15 социальных проектов «Городская среда». Ольга Родина при техническом содействии Всероссийского детского центра «Смена». Сделать городскую среду комфортной в Анапе стараются и собственными силами. Пока одни общественные территории претендуют на средства из федерального бюджета, другие облагораживают за счет муниципального. Так в Анапе продолжается подготовка к курортному сезону. В центре внимания коммунальщиков – городские прогулочные зоны, велосипедная дорожка на Пионерском проспекте и возведение нового ограждения на набережной. Верхняя набережная преображается на глазах. Современное легкое, но при этом прочное ограждение из полимера – достойная замена ржавым железным конструкциям, которые уже отслужили свой срок. На данный момент уже произведены работы по установке 150 погонных метров. Это из полимера все делается, ограждение все из полимера. Не требует ни покраски практически, ничего. Установленные секции уже дали термоусадку. Теперь необходимо их поддержать дополнительными анкерными креплениями, чтобы окончательно укрепить конструкции. Сегодня мы прибыли в город Анапу для того, чтобы провести шеф-монтаж по установке металлополимерных ограждений в данном исполнении, для того, чтобы обучить технологии правильной установки с выбором всех необходимых зазоров, для того, чтобы соблюсти технологию тепловых зазоров для работы данных полимеров. Впрочем, жители города уже оценили новинку. Новое ограждение пришлось анапчанам по душе. Вот с внуком вышли погулять после непогод. Очень хорошая набережная, погода хорошая, ограждение хорошее, красота. Часто ходим, гуляем здесь, очень часто. Новое ограждение хорошее, по сравнению с старым не сравнишь. Так что улучшения есть. Скамеечки хорошо. Скамеечки хорошо для пожилых людей сделали, это тоже очень хорошо. Так что спасибо мэру города. Продолжаются работы и на Пионерском проспекте. 1500 метров велосипедной дорожки уже на экваторе готовности. Здесь установлено более 3000 бордюров и засыпано порядка 600 кубометров щебня. Скоро уложат асфальт. А в станице Анапская по поручению главы города Юрия Полякова восстановили 50 метров тротуара по улице Мира. Здесь демонтировали старую плитку и забетонировали пешеходную зону. Завершаются работы и по улице Гоголя. Римстроевцы укладывают новую плитку на участке от улицы Красноармейская до Краснозеленых. Обещают сдать объект до 1 апреля. Также здесь установят дополнительные лавочки и урны. Давно уже, лет 10 живу, тут ничего не делалось. А сейчас хорошо ремонтируют, поменяли. Очень красивый тротуар. Детям походить, погататься на велосипеде. Очень хорошо. Спасибо, кто делает. Работы по благоустройству продолжаются. На подготовку к курортному сезону осталось не больше двух месяцев. Ведь первые отдыхающие начнут приезжать уже в мае. К их встрече город должен быть полностью готов. Руслан Душевский, Анапа. Регион. С 12 по 23 марта антинаркотическая комиссия муниципального образования город-курорт Анапы и отдел МНД России проводят первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». Если у вас есть информация о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, просьба обращаться по телефону, указанному на экране. Звонок может быть анонимным. Антинаркотическая комиссия приглашает к сотрудничеству всех, кому не безразлично будущее детей. Всех, кто осознает опасность сложившейся ситуации, независимо от пола и возраста. Далее информация о партнерах программы. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Продолжение следует.